Социальные виды неизбежно испытывают внутригрупповую конкуренцию, эти конфликты могут перерасти в агрессию и привести к негативным последствиям, таким как нарушение групповой сплочённости и социальных отношений. Одним из способов справиться с этими негативными последствиями является восстановление отношений после конфликтов, что называют примирением. Если выживание вида зависит от группового сотрудничества, то ожидается, что примирение будет происходить чаще чем у видов, менее зависимых от сотрудничества. Учёные решили исследовать такое поведение у собак и волков, потому как волки в значительной степени зависят от сотрудничества в охоте и размножении, включая опеку над потомством и защиту территорий. А собаки кажутся менее социальными, формируя отношения с другими собаками при достатке пищи и доступе к самкам. Несмотря на то, что встречаются бродячие собаки, которые участвуют в совместной защите территорий, иногда охоте и воспитании щенков, в основном они являются мусорщиками и демонстрируют гибкую и более беспорядочную систему спаривания, а щенки воспитываются преимущественно матерями. Более ранние исследования показали, что волки имеют тенденцию к примирению от 44 до 53%, что относительно велико по сравнению с другими видами. К примеру, гиены продемонстрировали 16,6%, обыкновенные шимбанзе 16,3%, бонобо 35,6%, вороны 0,16%, обыкновенные игрунки 31%, тамарины от 24,7% до 48,3% и сурикаты 0%. Ранние исследования с собаками показали, что у них тенденция к примирению составляет от 16,6% до 29,7%, что ниже, чем у волков. А в новом исследовании ученые из научного центра волка в Австрии поставили цели изучить и сравнить интенсивность, характер агрессии и постконфликтные взаимодействия между бывшими противниками у волков и собак, живущими в аналогичных условиях. В результате ученые отметили, что у волков было зафиксировано 419 агрессивных стычек за 523,87 часа наблюдений, а у собак только 55 за 403,26 часа, что почти в шесть раз меньше, чем у волков, у волков было 59,3% случаев агрессии высокой интенсивности, а у собак 86,6%. При этом волки шли на примирение в отличие от собак, инициатором примирения были в основном жертвы, а агрессоры не противились этому. А противники у собак не искали возможности примириться, а предпочитали избегать друг друга. Ученые вообще не смогли найти никаких доказательств возникновения примирения у собак. Также исследователи отмечают, что наибольшее количество примирений у волков было в том случае, когда конфликты проходили не во время приема пищи. Помимо этого, примирение было более вероятным, если соперники были максимально отделены по статусу, а уровень агрессии был более высоким. Результаты подчеркивают ряд интересных различий между собаками и волками, как в их конфликтах, так и в поведении. Собаки показали значительно более низкие частоты агрессии, чем волки. Однако когда агрессия у собак действительно имела место, она была более интенсивной и чаще включала физический контакт. Интересно, что эти результаты согласуются с ранними исследованиями волков и собак, которые наталкивают на мысль, что ритуализированная агрессия у домашних собак, возможно постепенно терялась в процессе одомашнивания. После конфликтов волки с большой вероятностью примирялись, в то время как собаки применяли стратегию избегания. Это также отразилось на управлении животными в научном центре, поскольку учёным приходилось удалять некоторых собак из вольеров, потому как конфликты между собаками перерастали в жёсткую агрессию, чаще чем конфликты между волками. Во время исследования троих собак пришлось изъять, в то время как у волков такой необходимости не было. В этом эксперименте средняя тенденция к примирению волков получилось меньше, чем в предыдущих, всего около 22,46 %. Это связывают с тем, что в данном исследовании группы были меньше по численности и состояли из несвязанных особей, в отличие от семей стай из предыдущих исследований. А у собак не определено примирение, в отличие от других исследований. Скорее всего из-за того, что в предыдущих работах за лёгкую агрессию принимали направленный лай и анагенитальное обнюхивание, хотя эти поведенческие шаблоны могут иметь совсем другие функции. Также собаки продемонстрировали, что не менее терпимы к близости во время кормления, чем волки. В общем, согласно исследованиям, волки оказались более коммуникабельными в своих социальных взаимодействиях после конфликтов, стремясь найти партнёра, чтобы восстановить отношения, в то время как собаки принимают стратегию избегания.